В Гагробанке состоялась встреча вкладчиков с руководством банка и главой администрации Гагрского района. Открывая встречу, председатель правления коммерческого банка Гагробанка Стамур Аргун проинформировал вкладчиков о сложившейся в банке ситуации. По его словам, в течение последних двух с половиной лет основные кредиторы банка перестали выполнять свои обязательства. Более того, данные физические лица стали обслуживаться в других кредитных учреждениях. Несмотря на то, что эти фирмы работают и вполне рентабельны, долг, который у них имеется перед банком, остается по сей день непогашенным. В числе крупных кредиторов банка значатся такие юридические лица, как Картека Юг. Его задолженность составляет 430 миллионов рублей. И общество с ограниченной ответственностью «Север». Сумма долга – 170 миллионов рублей. По законодательству Республики Абхазии, по инструкции о банках банковской деятельности Республики Абхазии, любой должник, переходящий с долгом, неоплаченным, в другую кредитную организацию и ведя там свою хозяйственную деятельность, обязан оплачивать свои долги. Это все должен контролировать по закону. Национальный банк – единственный надзорный орган за коммерческими банками страны. Мы писали, выставляли инкассы, есть вся документация в рамках законодательства. Никто не поддержал. Другие банки нам говорят, мы не хотим портить отношения с этими людьми. Конечно, не хотят портить. У одного – 170 миллионов, у другого – 430 миллионов, 50 миллионов. Долг. Эти все кредиты, мне говорит сегодня Национальный банк, мы бы не позволили вам выдать в одни руки такие кредиты. Я говорю, а как надо было выдавать? Когда два года тому назад все эти кредиты обслуживались. По сей день эти предприятия функционируют в разных сферах. Это все предприятия Гагарского района. Зауром Шухович прекрасно знает, как они выдавались в те годы. Это кредитование началось не вчера, не пять лет тому назад. Это одна из крупных продуктовых компаний республики. Одна из санаторных компаний в Абхазии, другие санатории там еще есть. Производственные есть у нас, бетонные. Они прекрасно функционируют. Там по расчетам финансовым минимум 25-30% в рентабельность годовая. Как отметил Астамур Аргун, данная ситуация произошла не по вине специалистов или руководства банка. Если у кого-то есть нарекания касаемо работы банка, он выступил с предложением провести экспертизу его деятельности. Мы делаем свои расчеты. Прежде чем взять кредит на себя обязательства или вклад, или занимаясь перечислением других видов деятельности фирм, мы рассчитываем свои силы. Но когда искусственно создается ситуация, выводят отсюда по политическим соображениям предприятия Гагарского района, когда заставляют уходить другим предприятиям коммерческим и большим клиентам, которые большие вклады имеют, имеются в виду долги, кредиты. И как банк должен создавать и дальше ввести свою финансовую деятельность и выполнять свои обязательства. Давайте проведем экспертизу деятельности Гагробанка. Какие нарушения за ним есть. Каждые полгода все органы проверяют Гагробанк. Начиная от городской налоговой инспекции, республиканской налоговой инспекции, национального банка. Вот у меня есть и акт последний. Все есть, здесь все написано. Давайте проведем международную, не знаю, какую-то экспертизу и скажем, по чьей вине создалась эта ситуация. По вине коллектива, руководства Гагробанка. Или по какой-то другой причине. Много раз мы обращались и к президенту, и в парламент, и к премьер-министру, и в национальный банк. Единственное, в частности, из-за того, что мы тут все собрались и за уровень, что здесь присутствует. Единственное, кто поддерживает Гагробанк, это гагрские власти. Глава администрации Гагрского района Заурб Ганба сообщил о том, что для выхода из сложившейся ситуации в течение нескольких месяцев ввелись переговоры с руководством Национального банка Абхазии, по результатам которых всем вкладчикам, вне зависимости от суммы вклада, в скором времени будут осуществлены выплаты. Есть трудности, есть моменты, где банковская система дает перебои. Это все зависит не только от самой работы банка, но многое зависит от работы нас всех, особенно кредиторов. Тех, кто берут кредиты, будем говорить, займы, о том, забывают, что их надо платить. Нам надо и необходимо, и будем искать возможности их возврата. В это время мы прекрасно представляем и понимаем, что вкладчики не должны страдать. Это основа работы банка, основа его существования. Поэтому на протяжении месяца, даже двух месяцев, и Астамур Лавенович, и я в какой-то мере занимались работой с Центробанком. Он не только по Центробанку Абхазии, но и по России работает. Много работают, много наметок. Вопросы вкладчиков будут решаться. Будет Национальный банк решать. Деньги будут переведены в банк Гагробанк для того, чтобы с вами рассчитаться. Заур Бганба также добавил, что для дальнейшего полноценного функционирования банка рассматривается вопрос выделения ему беспроцентного кредита в размере 100 миллионов рублей.